Название гостиницы, как в кино, истории тоже впечатляющая, но печальная. Оксана и ее коллеги приходят сюда каждую неделю, но уже не на работу, а чтобы добиться от бывшего руководства выплаты зарплаты. В конце декабря прошлого года им сообщили, гранд-отель в скором времени закроется, а 18 января, что на следующий день, на работу можно не приходить. 18 числа нас собрали, непосредственно директор всего здания, и уверил, что он дал свое честное слово и сказал, что девочки, я даю вам честное слово, сейчас будет распродаваться имущество, мы будем гасить, как только какие-то деньги будут поступать, соответственно, все эти деньги пойдут на погашение вашей задолженности. Вот с 18 числа прошел ровно месяц уже, наверное, скоро, на этой неделе, но никаких вообще продвижений нет. Оксана многодетная мама. У нее трое детей, кормить которых не на что. Устроиться на другую работу она не может, трудовая до сих пор у руководства отеля «Гранд», которое, по ее словам, предлагало уволиться по собственному желанию, чтобы получить деньги. Согласился на это только повар, но ему пришлось обращаться в трудовую инспекцию. В трудовой инспекции нам сказали, что будут проводиться проверки, но пообещать мы вам ничего не можем. Если у компании, то есть у нашей организации нулевые счета, то, соответственно, денег на нас взыскать неоткуда. Кроме того, сотрудники написали коллективное обращение в прокуратуру железнодорожного района. Сразу же началась проверка. Ее итоги станут известны 20 февраля. При проведении проверки прокуратуры района особое внимание будет уделено правовым гарантиям граждан при сокращении численности штата, своевременности уведомления о работниках, о прекращении деятельности предприятия, а также осуществлении им соответствующих выплат. Кроме того, прокуратурой района будет проверен довод заявителей о задолженности по выплате заработной платы. Что на третьем этаже бывшего полсенаута, а сейчас торгового центра «Рязанский» находится отель «Гранд», напоминает разве что вывеском. Мы знаем, что вот они просто вот распродают. Мы просто вот купили мебель и все. Понятно. То есть уже ясно, что ничего работы здесь не будет? Ну, они вот, можно сказать, с прошлой недели уже пошли на распродажу. Вот видите? Ну да, вот мы посмотрели, что матрас министерства оборвало. Приехал и купил у них половину мебели. Управляющий отелем на месте не оказалось. Сотрудник торгового центра «Рязанский» сообщил, этот этаж уже продан. Здесь будет стационар платный. То есть это купили федеральная программа «Быдинская» по ядерной медицине. Здесь у нас будет стационар, здесь будет операционный и будет федеральный центр. Бывшие сотрудники отеля рассказали, после визита съемочной группы им на банковские карты перевели зарплату за декабрь. Что с остальными деньгами – неизвестно. В любом случае, этим вопросом занимается прокуратура. Если управляющий отелем добровольно не погасит долги перед работниками, ему придется отвечать перед судом. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».